Дайана Саитова Дайана Саитова Найдутся ли решения, узнал Дмитрий Аринин. Ай да Татарстан! Стараемся со всеми найти общий язык. Нашли общий язык и живем в мире согласия. Откуда есть пошла земля ланбексерская. Об этом Алия Хверудинова. Ледяные панцири на машинах, скользкие дороги и тротуары, аварии и очереди в травмпунктах. Такие подарки от погоды сегодня принимали все жители Татарстана. Только показания число получивших травму превысило 50 человек. В соцсетях один за другим добавляются кадры страшных ДТП. Метеорологи уже назвали этот гололед самой масштабной аномалией в этом году. Наталья Мезина с хронологией скользкого дня. Уже полчаса Валерий Калистратов освобождает свою машину от ледяного покрывала. Скрипки, щетки сегодня водители вооружились всеми подручными средствами, в том числе позитивным настроем. Я вил карамельку, вся во льду. Естественно, что не отогрев машину, не отогрев стекла, но и попасть в машину было проблематично. Как справляется? С удовольствием, с радостью. Мне кажется, очень интересно, когда есть такая встреча. Такая красота. Пока одни наслаждаются красотой, наша съемочная группа не выдерживает проверку непогодой. В это время во дворе водители показывают чудеса дрифта. Нулевое сцепление и привычная поездка превращается в полосу препятствий. Без помощи уже никуда. Впрочем, не легче сегодня и пешеходам. Просто глазурь вот скользящая, еле ноги передвигаешь. Это кошмар уже творится. Бабушки ходят, падают. Я, говорю, упал тоже здесь. Вот здесь выходил, утром на зарядку, упал. Очень ужасно. В самом поселке. Там просто-напросто снег вот такой вот заледенелый, ничем не посыпанный, просто сплошной каток. Ну, еле-еле иду. Ничего не упали? Нет. Дай бог, чтобы не упал вообще. С ребенком на руках, потому что ребенка страшно отпустить на этот лед. Я вместе с ней шла и, естественно, упала. Но отделаться легким ушибом сегодня настоящее везение. В преддверии Дня Святого Валентина очереди выросли в три раза. Но не за цветами. Утром пунктов. Пошла с молоком, дверь открыла подъезду и подкатилась. Как оказалось, опасность прячется не только на заледеневшей корке на дорогах. Ступить невозможно даже на ступеньки с прорезиненным покрытием. Но опорочни, которые, по сути, должны помогать человеку, наоборот, даят себе скрытую опасность. Переломы, ушибы, растяжения. Все случаи, как под копирку. Врачи говорят, все, кто сегодня вышел из дома, наши пациенты. Сегодня в пять раз увеличилось количество обращений именно с травмами. Мы заранее предусмотрели данную ситуацию. Прием диагностическое отделение усилилось дополнительно врачами-травматологами, среднемедицинским персоналом. Редкая аномалия в виде теплого южного циклона ночью накрыла республику. Следом дождь, ветер и уже утром дороги. Деревья линии электропередач покрылись толстым слоем льда. Местами до полутора сантиметров. Падают люди, падает снег с крыш. Коммунальная служба на посту с четырех утра. Только в Казани посыпали 400 тонн песко-соляной смеси. Вывели 300 единиц техники и 1 900 дворников. За лопаты берутся и сами жители. Третий раз. Третий раз уже. Количество аварий на трассе растет. В соцсетях регулярно появляются все новые кадры ДТП. Вот между Кайбетским и Верхнеуслонским районами перевернулся большой груз и заблокировал движение. На улице Родина в дорожный боулинг попали легковые машины, грузовик и трамвай. Но по мнению метеорологов, это еще не самый плохой вариант. Этой ночью опять заморозки. Ночью обещают пройти уже холодный фронт. Будет понижение температуры. На завтра градус до минус 10 гололейц усилится. Единственное наше спасение может быть, если выпадет снежок. Одни ищут спасение с неба, другие импровизируют на месте. Такие обманчивые стекла появились сегодня утром почти на каждой машине. Однако легкий удар и становится понятно, что это всего лишь легкая наледь. А в интернете пользователи запустили уже настоящий флешмоб. Наталья Мизина, Ренат Сафин, ТНВ, Казань. В каток сегодня превратились и лыжные трассы. Впервые в истории гонок лыжня России в республике прошла в плюсовую температуру и под дождем. На трассах не обошлось и без мелких ДТП, главное без пострадавших. Погода не заставила остаться дома любителей спорта. На лыжню сегодня вышли во всех районах республики. Участникам от 3 до 82 лет. Как они вместе стартовали и чем угощались в лесу, расскажет Салават Мухаммадолин. То ли так совпало, то ли диджей уже знал, как пройдет гонка. На стадион Локомотив спортсмены сегодня проходили под французский вальс. На ледяной лыжне, как в танце, обороты, небольшие шаги и грация. На массовом старте сотни человек. За рекордом сегодня никто не гнался. Осторожно и в удовольствии. На лыжне и дети, и взрослые. Участникам от 3 до 82 лет. Все отлично. Отлично? Тяжело было? Да. Всегда хорошая морозная погода была. В этом году немного. Ну ничего, лыжня хорошая, можно бежать, зато не холодно, ветра нет. Весело и за пределами трассы. Этот аромат на всю округу. Самые предусмотрительные поход на лыжню совместили с шашлыками, как на Сабантое. Первый круг мы дали, вот пока пришли закрепиться. И потом сейчас пойдем в дальнейшем. Вперед! Вот, пожалуйста, у кого нет с собой лыж, можно попробовать себя в хоккей на валенках. Так что на зимнем Сабантое главное все-таки это свежий воздух, ну и, конечно, спорт. Но вы же сегодня встали и те, кого в будни встретишь только в служебной форме или в медицинском халате. Самое важное, это обратить внимание на себя, на своих близких. Беречь свое здоровье, беречь через спорт, через физическую культуру. Погода хорошая, замечательная. Каждый день хорошая погода. Кто не может, еще до объяснений. Утро простолся, хорошая погода. На финише гонки столкновения. В два из них попал и начальник ГИБДД республики. Протокол оформлять не стали. Дорожные транспроисшествия, да, небольшие, но самое главное, вышли. Главное, что прокатились и главное, что у всех отличное настроение. Самое главное, все это делается для физкультуры, для здоровья. На лыжню России сегодня вышли во всех районах республики. Она проходит в рамках проекта «Спорт. Норма жизни» национального проекта «Демография». В Заимске для спортсменов-любителей полевая кухня приготовила гречку и чай. Супер! Адреналин зашкаливает. Угощали лыжников и в набережных челнах. Здесь на трассу некоторые пришли группами из детского сада. После заездов жители Автограда попробовали себя в метании валенок. Стараемся организовывать сами свои мероприятия, да, такие как «Зарница». Ну и, конечно же, родители поддержали эту идею, чтобы дети вышли покататься сегодня на лыжах. В Альметьевске все, кто пришел на лыжню, смогли стать свидетелями реконструкции событий Великой Отечественной войны. А именно, эпизод Будапештской наступательной операции. В ней в 1944 году участвовала земля кальметьевцев, герой Советского Союза Мутык Ахмадуллин. Это здоровый дух, здоровое желание пройтись, посмотреть на красивый пейзаж и вообще это активный образ жизни. Так лыжня России прошла уже в 39-й раз. Тысячи человек сегодня на своем примере доказали, погода спорту не помеха. И сегодня Владимир Путин поздравил участников, организаторов и гостей лыжни России. Этот зимний праздник объединяет тех, кто искренне любит лыжный спорт. С удовольствием занимается физической культурой, своей приверженностью к здоровому, активному образу жизни, подает пример другим. Уверен, что нынешняя лыжня России обязательно запомнится доброжелательной, теплой атмосферой и, конечно, хорошими спортивными результатами. Говорится в приветствии главы государства. В Татарстане планируют в два с половиной раза увеличить количество пунктов вакцинации от коронавируса. Об этом сегодня на субботнем совещании заявил Рустам Мениханов. Сейчас в республике прививку сделали более 40 тысяч человек. Какая динамика пандемии? Как проходит отопительный сезон и что еще обсудили в Доме правительства? Расскажет Дмитрий Арини. Число заболевших ковид остается стабильным, есть некое снижение. Сегодня в Татарстане выявили еще 70 случаев коронавируса. Все контактные, больше половины госпитализированы. Прививку от ковида сделали более 40 тысяч татарстанцев. Для этого в городах и районах республики открыты более 100 пунктов. Я думаю, что мы доведем до 250. Главное, что у нас вакцины вовремя поступали. Как соблюдаются антиковидные меры, продолжает проверять Роспотребнадзор республики. На этой неделе нарушения были выявлены в 43 организациях. Заметно улучшилась ситуация в вузах. Почти везде требования соблюдаются. Это работа, особенно школы, садики. У нас надо отдать должный пример, контроль, чтобы не ослабевал. Надо держать на конкурсе. Ну и по вузам. Лея Ренатовна, вы собирали их, тоже задачи оставьте. Это чудес не бывает, это здоровье людей наших. Долги снижаются, но все равно исчисляются сотнями миллионов рублей. Так организации ЖКХ республики задолжали более 100 миллионов за электричество, 300 за тепло и более 400 за газ. На 1 февраля они выполнили обязательства по своевременной оплате за газ организации коммунального комплекса в 22 муниципальных образованиях республики. 14 муниципалитетов из этого числа допустили еще большую рост задолженности. Вместе с тем, с начала отопительного сезона в Атарстане произошло более тысячи инцидентов и аварий. Большинство связано с водоснабжением. От угарного газа отравились 11 человек, один скончался. Чаще всего таким последствием приводит несоблюдение элементарных правил газобезопасности. Кроме того, что плиты используют для обогрева помещений, газовым трубом люди подвешивают веревки для сушки белья. Обсуждали сегодня проблемы с оформлением земель под кладбище. Из 3,5 тысяч каждая десятая не зарегистрирована должным образом. Погосты расположены на частных землях и на землях лесного фонда. По правилам же, места захоронения вне населенных пунктов должны располагаться на землях промышленности и особо охраняемых территорий. Задача завершить эту работу до конца года. Дмитрий Иринин, Марат Хусаинов, ТНВ, Казань. В Татарстане увеличили прожиточный минимум. Документ за подписью премьера Алексея Песошина опубликован на портале правительства. Для трудоспособного населения он составит 10 622 рубля. Для пенсионеров 8 423 рубля и для детей 9 995 рублей. По сравнению со вторым кварталом прошлого года рост составил от 200 до 500 рублей. Айда, Татарстан. Мы продолжаем нашу рубрику, посвященную году родных языков и народного единства. И сегодня держим путь в деревню Алан-Бексера Высокогорского района. Этническая карта пестрая. Здесь живут представители 10 народов. Татары, русские, таджики, киргизы, армяне и другие. Деревню, что ограничат с марийскими лесами, называют родиной. Какой он Алан-Бексер и какие тайны хранит его земля, узнала Алия Храдинова. Айда, Татарстан. Сегодня мы в деревне Алан-Бексер Высокогорского района. Деревня считается русской, несмотря на то, что 70% населения сегодня татары. Существует версия, что изначально деревня считалась татарской, но во время второй волны крещения, это примерно середина 18 века, многим пришлось отсюда бежать, чтобы сохранить свою веру. Интересно и название деревни. По легенде, в этих местах со своим войском останавливался русский князь или по-татарски Бек. Понравились ему широкие поля, Аланы. Отсюда и название Алан-Бексер. И нас действительно ждали. С большой дороги глава поселения Зухря Грифулина зовет к столу. Сейчас птичку души туда ложишь, это всегда получается очень вкусно. Традиционный татарский байлеш здесь готовят с добавлением мяса утки или гуся. Зур байлеш, говорят в Аланы-Бексер, и подают его с бульоном. То ли аромат блюда разнесся по деревне, гостей в доме прибыло. Ой, санкции! Ой, санкции! Скупает, скупает. Здесь, как в фильме, Москва слезам не верит, дружит домами. Вот так рядом с татарским болешем на столе появляется русская кулебяка. Все мы дружно, мирно живем. Нам даже не зависит эта национальность, что русские, что татары. У нас нет этого. За десятилетия дружбы родным стало все, и блюдо, и песни, и язык. Санкции, халерничек, ну так дай, кузикмек, да, пиш-пишмек. Найдите ответы на вопросы. В Аланы-Бексерском сельском поселении проживает 609 человек, 10 национальностей. О дружбе народов узнают со школьной скамьи. Татары, русские, таджики, киргизы, армяне учатся вместе. И уже традицией стал этнический фестиваль. Свою кухню показывают, свою культуру. С удовольствием, с гордостью носят свою имя, национальность. А еще больше, говорят, сближает песня. Работы здесь хватало всегда. Сразу после коллективизации образовался колхоз «Новая жизнь». В основном все работали в колхозе. Народ было много. Если с накос, песни, я помню хорошо, на лошадях едем. Все женщины надевали белоплаточки, одевались по-другому. Сейчас в поселении пять фермерских хозяйств есть свое лесничество, развито животноводство. На пашне современная техника общества «Осянь». С компьютерными тракторами и комбайнами справляются и молодые. Есть молодые ребята, у которых еще все впереди. И они как раз-таки работают на такой современной технике. Весело и широко живет деревня Алан-Бектер. Вот только развернуться уже негде. Деревня большая, с земли много, да. Но строиться можно только на землях населенных пунктов. Вот у нас проблема, мы хотим уже это решать в дальнейшем, эту проблему расширения территории населенных пунктов. А этот родник – особая страница истории. По легенде, именно вот здесь, на холме, была расположена деревня Асянь. В честь этой деревни был назван родник. Но есть у него и другие названия. Родник святых, татарский родник. Но, несмотря на это, сюда с заживительной влагой приходят представители всех национальностей. Семья Чепанян с Татарстаном впервые знакомится после распада Союза. Была белая рубашка и голодный желудок, шутит глава семейства Вардгэс. Он вначале занимался строительством, спустя годы открыл свой бизнес – магазин. Ну, для приличия одного грузины не хватает, остальное все есть. И все представляют, и так дружно живут. Родным стал и татарский язык. В магазине без этого говорят никак. В доме маленькая Армения. Звучат родные мотивы. Пока мы плясали, хозяйка Варсеник хлопочет на кухне. Если человек спрашивает, как дела, и поздоровается, значит, тебя уважают. И мы, естественно, уважаем здесь народ очень хороший. Вот такой он, Алан Бексер, самобытный, пестрый, мирный. За это и тянутся сюда те, чья родина за тысячи километров. По зову сердца. Мин я ватан, сина татарстан. Алияха Ирудинова, Марат Зайдулин, ТНВ, Высокогорский район. Его музыка будет вечной. В Казани сегодня открылся фестиваль татарской музыки имени Назиба Жиганова, символа советской татарской оперной музыки. Он приурочен к 110-летию со дня рождения композитора. Сегодня на сцене звучат его ярчайшие произведения 60-х, 70-х годов прошлого века. Некоторые, например, симфонию номер 8, звучит впервые после 40-летнего перерыва. Рамиш Айдулин все сам услышал. В то время, когда в зале происходит настоящее музыкальное волшебство, лучше находиться именно там. Прийти и наслаждаться настоящей татарской классикой, что сегодня и сделали сотни слушателей. С детства любим, потому что в моем детстве его музыка играла все время. Поэтому мне всегда интересно. Музыка неразделима в нашей жизни. Мы стараемся посещать такие мероприятия. Сегодня праздник. И надеюсь, что это будет очень хорошо. Ну а тем, кто сегодня прийти не смог, вот пару слов о сегодняшнем вечере. Сегодня здесь начинается фестиваль имени Назиба Жиганова. В эти дни она может величайших композитов республики. Исполняется в 110 лет. Поэтому в рамках ежегодного фестиваля «Мира с наследием» звучат его бессмертные произведения. Будет много премьер. В том числе мировых премьер. Это значит, произведение вообще впервые исполняется. У нас специально для фестиваля написаны произведения наших современных молодых композиторов. Музыка, звучащая здесь, классика. Но удивительно, что сегодня в зале есть люди, которые помнят даже, как она появлялась на свет. Это люди, которые знали Назиба Жиганова лично. Его коллеги, друзья, семья. Он быстро писал музыку. И его симфонии в среднем уходил год на создание, от написания до премьеры. Вот, ну, это было вызвано и ритмом жизни ректора. Все-таки он был ректором вуза. Сейчас у нас уникальная возможность слышать музыку, которую мы исполняли больше 40 лет. Включим 8-я симфония Назиба Жиганова. Играет Государственный симфонический оркестр Республики Татарстан. Музыка Жиганова, она, в общем-то, говорит сама за себя. Многие произведения я хорошо знаю. И вот, опираясь на какой-то опыт исполнения Жиганова, я уже работал над 8-й симфонией, которая более 40 лет не исполнялась. И очень интересное сочинение, мне кажется, что такое незаслуженно забытое. Балет Нжери, Овертюра Сабанту и многие другие произведения навсегда, вписавшие имя композитора в фонд мирового искусства, будут звучать еще несколько дней. Сегодня открытие фестиваля, который продлится до конца следующей недели. Рамиль Шайдулин, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Что связывает Льва Толстого с Казанью? Его юность, первый заваленный экзамен, начало преображения из подростков писателя. В Казани представили премьеру документального фильма о малоизвестном казанском периоде жизни Льва Толстого. Проект придумали в Русском национально-культурном объединении республики. Почему Казань занимала особое место в жизни Толстого? Вероника Гануденова. Костюм, который у нас участвовал в съемках фильма, это мундир студента Толстого. Здесь можно увидеть перчатки, потому что есть такая история, что Толстой никогда ни с кем не здоровался без перчаток, то есть презговал. Что носили студенты Казанского императорского университета во времена Толстого? Каким был почерк будущего писателя? Говорят, его мало кто мог разобрать. Кто повлиял на его мировоззрение? Об этом и фильм «Искание». Многие даже не знают, что Толстой учился в Казани. Это, наверное, один из таких глобальных фактов, который меня поразил. У нас был актер, который пришел на пробы, чтобы сняться в реконструкциях. И он говорит, что я даже не знал, что Толстой в университете в Казанском учился. Толстой прожил в Казани более шести лет. В шестнадцать он поступает в Казанский университет, на восточный факультет, где изучает арабский и турецкий языки. Но вскоре переходит на юридический. В фильме можно увидеть дом Гарталовых, которым жила семья Толстых четыре года, село Паново, где юноша готовился к экзаменам, и университет, который молодой граф так и не окончил. С помощью графики даже смогли воссоздать здания, которых уже нет. Мало кто знает, что Лев Толстой хорошо играл на фортепиано. Именно в Казани он написал свой вальс фа-мажор. Эту любопытную деталь открыли для себя школьники и студенты, участники лаборатории Толстой Лаб. Я узнала что-то новое и о Толстом, о его жизни в Казани, так как это достаточно скрытая часть его биографии. Я действительно не знала, пока не поучаствовала в этом фильме. Проект придумали в Русском национально-культурном объединении республики, а создали благодаря президентскому гранту и благотворительному фонду «Татнефть». Всегда рады поддерживать любые инициативы интересные, для того, чтобы глубже, во-первых, знали наш город, нашу историю, наш край. И, безусловно, в год родных языков и народного единства это очень символично, что мы говорим о великой странице русской литературы. Сегодня премьера, но впереди около 20 запланированных показов в городах России, в том числе и в родной усадьбе Льва Толстого и Ясной Поляне. Кроме этого, фильм покажут еще в Германии и во Франции. Вероника Геннадзимова, Александр Лабанов, ТНВ, Казань. Завтра во всем мире день влюбленных. В нашей стране пройдут сотни романтичных встреч и событий. Уже сегодня тысячи ребят в городах присоединились к всероссийской акции. Они фонариками выкладывают на снегу признание в любви, как любят нашу большую страну, свой регион и свой родной город. Так в одном из дворов Казани молодежь поддержала акцию команды КамАЗ-мастер и тоже выложила надпись «Путин Тим» фонариками. Мы также, в свою очередь, решили не оставаться в стороне и присоединиться к данному флешмобу. Определили для себя ключевые посылы. Мы любим Казань, Татарстан, нашу Россию. И, соответственно, данные смыслы в флешмоб вложили, где наши активисты с фонариками во дворе от новых жилых домов нарисовали данную надпись и также присоединились к этому флешмобу. Учитывая то, что завтра день всех влюбленных, конечно, настроение у нас отличное. Завтра весь день будет посвящен влюбленным. В парках, у метро и в торговых центрах волонтеры будут раздавать валентин. В автобусах и трамваях будут звучать признания любви. У Кремля появится огромное сердце в цвете российского триколора. Так в Казани присоединяются к всероссийской акции «Россия – страна любви». Это признание в любви своему городу, республике, стране. А у чаши водители построят сердце из машин. В седьмой горбольнице волонтеры поздравят врачей и пациентов. Казанцы уже сегодня спешат признаться в любви. Она всегда прекрасная мне. Ну, спасибо ей. Я очень люблю свою маму. Хотел бы сказать, что это самый близкий, самый родной мой человек. Я люблю тебя. Я тебя. Я люблю свою страну. Очень довольна всем. Мне очень нравится. Я признаюсь любви своей маме. А я люблю свою дочь. Я бы хотела сказать, что я люблю Казань, потому что это приятный город. Моя любимая девушка. Я ее очень сильно люблю. Я люблю свою семью. Она у меня замечательная. Так заканчивается неделя. Интернет-версию итогов прошедших шести дней читайте на сайте газеты «Реальное время». Еще больше новостей в наших соцсетях ВКонтакте и Инстаграм. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мадыши. Минус 7-10 градусов днем. В республику продолжает поступать холодный воздух и температура становится все ниже. Понедельник значительно похолодает. В Казани будет облачно. Небольшой снег. Ночью минус 9. Днем уже около 10 мороза. Ветер юго-западный умеренный. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 76%. Магнитное поле земли спокойное. На дорогах гололедится, местами снежные заносы. Будьте осторожны. На этом наш выпуск завершен. До свидания.